В Лабытнанге продолжается третий сезон соревнований по мини-футболу за Полярная Лига. Стартовал он еще в ноябре и уже совсем скоро подойдет к своему финалу. Ямальские команды разделены на Серебряную Лигу, которая проходит в Салехарде, и Золотую, игры которой проходят на площадке городского округа. Как прошел очередной тур и кто сейчас лидирует в турнирной таблице, знает Карина Щербакова. Предпоследний тур Золотой Лиги задает планку командам. Каждая старается вырваться вперед. Напряженную игру показали спортсмены из Лабытнанге и Сальхарда. Счет в матче открыли футболисты из Северной столицы. 1-0 в пользу факела. Команда занимает одну из лидирующих позиций в турнирной таблице и не собирается отступать. Золотая Лига сейчас уровень хороший у всех команд, поэтому проходных команд нет. У нас все проходило напряженно, сейчас игроки некоторые в команде травмированы, но мы все равно настроены на победу. После перерыва лабытнанским игрокам нужно было отыграться. Во втором периоде было много опасных моментов, но забить гол ворота соперников так и не удавалось. Команда «Ямау» решила усилить атаку и вывела на поле вместо вратаря пятого игрока, оставив ворота пустыми. На последних секундах матча салихарские футболисты совершили оплошность. Судья назначил пенальти. Игроку команды «Ямал» Евгению Филиппову все же удалось пробить ворота соперников. Матч завершился боевой ничьей 1-1. С каждым годом уровень игры вообще растет, с каждым годом все труднее и труднее играть. В этом году, не знаю, может у нас что-то не получается. Мы отстаем от первой тройки. Конечно, хотелось бы большего, но осталась одна игра, так что будем выкладываться до конца. Обычно я спокоен, но сейчас последние секунды надо было забивать, но забил, так что считаю, что дело сделано. Заполярная лига проходит уже в третий раз. Постоянные тренировки и игровая практика дает о себе знать. С каждым разом мастерство команд совершенствуется. Все три сезона разные коллективы становились победителями и призерами Заполярной золотой лиги. Если посмотреть на результаты матчей, то они все проходят в упорной борьбе. Редко увидишь там большие счета, победы случаются в один-два мяча. Профессионализм команд, конечно, растет от игре к игре. В следующее воскресенье пять игр станут решающими. По их итогам определится фаворит этого года. На данный момент в тройке лидирующих – салихардские команды «Восход» и «Факел», а также команда «Приурали» и «Заксарки». Карина Щербакова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».